Всем привет! С вами, как всегда, Таня и канал Поделки Самоделки. В предыдущем видео я показывала свою коллекцию антистрессов. Кто не видел, ссылка вверху. Многие из вас заметили, что одного единорога я не показала. Потому что хочу сейчас вам показать, как сделать антистресс поп-ит, радужный единорог поп-ирка. Делать его буду своими руками из бумаги. А также рисовать на необычном планшете шаблон для антистресса. Ссылка на шаблон, как всегда, в описании под видео. Рисовать мы будем вот такого единорожку. И для этого используем планшет Ваком Интос С. В одном из прошлых видео мы делали обзор версии М. Этот планшет немного меньше. Но для начала освоения рисования на нем самый отличный вариант. Итак, давайте посмотрим, что внутри. Сам планшет собран аккуратно и качественно. Кстати, фирма Ваком является лидером по производству планшетов для рисования. В комплект входит перо с двумя кнопками и специальным основанием. Очень удобно сидит в руке и работает без батареек. Поместим сверху в кармашек, чтобы никуда не затерялось. Подключаем планшет к компьютеру через USB кабель. Берем перо и рисуем. Открываем фотошоп и за основу нашего поп-ит возьмем рисунок из интернета. Такого радужного единорога. Начинаем обрисовывать все контуры, двигая пером по планшету. Это то же самое, что рисовать на экране ручкой. Но к ней, конечно, нужно привыкнуть. Обрисую контур единорога. А после нарисую круги для пупырок. Ссылка, где продается такой планшет, будет в описании под видео. Если что, при покупке планшета по промокоду «Самоделки» вы получите подарок. Распечатаем нарисованный шаблон. Получаю вот такую красоту. Я подготовила для вас целых два варианта. Один рисунок черно-белый. Второй цветной. Прорисовала все контуры, которые нужны. А также сделала яркие и красивые пупырышки. Я выбираю цветного единорога и вырезаю его. Стараюсь все делать аккуратно. А там как получится. Буду ждать ваших оценок за самодельный антистресс поп-ит. Все пупырки тоже нужно вырезать. Обклеивать их сверху скотчем я не буду. Так как использую для антистресса фотобумагу. А она и так плотная. А вот если вы используете для поп-ит обычную бумагу, то прежде чем вырезать пупырки, обклейте их с двух сторон скотчем. Чтобы пупырки послужили вам дольше. Ох, и заморочилась я, конечно. Теперь нужно вырезать на единороге все нарисованные кружочки. Превращая их в отверстия под пупырки. Отлично, когда за тебя сделают это кто-то другой. Ну а теперь можно и собрать самодельный антистресс поп-ит своими руками. Надрежем каждый кружочек до центра. Слегка соединяя обе стороны. Накладывая их друг на друга. Зафиксируем все это дело небольшим кусочком скотча. С двух сторон. Для надежности. Пупырки такие маленькие. Очень интересно, как они будут щелкать. Из-за обычного картона, который можно взять от коробки с подобови. Я надеюсь, такая имеется у всех. Придадим жесткость нашей конструкции. Прикладываем единорожку и полностью еще раз обрисовываем ее карандашом. Вы спрашивали, чем я вырезаю? Зачастую использую канцелярский нож. С ним дело продвигается намного быстрее. Если не можете сами вырезать им, тогда попросите кого-то из взрослых вам помочь. Проверим, все ли совпадает. Вроде ровно. Переворачиваем цветную деталь и начинаем приклеивать каждую пупырку на свое место, по цвету. Для скрепления пупырок используем обычный скотч. С лицевой стороны ничего приклеивать и фиксировать скотчем не нужно. Пусть она останется такой яркой и красивой. Ну а мы идем дальше. Посмотрите, как все радужно засверкало. С обратной стороны тоже все аккуратно. Правда, мне почему-то напоминает это место лоток для яиц. Вот теперь-то можно склеить обе детали вместе. На картон наносим клей и склеиваем. На боковую сторону, она у нас выглядит некрасиво, приклеим тонкую полоску фоамирана или бумаги, закрывая все страшненькие места. Вот так намного лучше, правда? Перевернем на другую сторону и декорируем ее. Приклеим сверху все тот же материал, фоамиран или бумагу. Нанося клей, не затрагивая отверстий, так как их нужно будет вырезать. Ну вообще круто! Такой антистресс-пупыт в виде единорога можно использовать даже как декор для съемок. А теперь послушайте, как он щелкает. Если такие пупырки, на ваш взгляд, щелкают классно, тогда не жалей лайка и своей подписки на канал Поделки Самоделки. Вам легко, а мне приятно. Буду вам очень признательна за ваши лайки. Всем щелкательного настроения, до следующего видео, друзья. Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!